С такого ракурса эту улицу видел не каждый. Это обратная сторона под белки. Здесь от шума и гамма праздничества в тени деревьев прячутся местные жители. Вплотную с улицы Почтовой стоят всего два дома. Вход в один из них закрыт воротами, второй же для посещения открыт. Оказавшись здесь, они сразу поверят, что буквально один дом отделяет человека от главной улицы города. На Почтовой традиционно проводят большую часть городских мероприятий. Здесь и Новый год, и Дни города, а также традиционные летние фестивали. Десять лет назад не было такого. За десять лет в Рязани появилось больше интересных событий, потому что, наверное, молодежь пришла решению к тех вопросам, которые как раз и отвечают за ивенты, скажем так, в нашем городе. Другой важный вопрос, стоит ли проводить фестивали только на одной городской площадке. Ни одно громкое мероприятие на памяти местных жителей не продолжалось дольше положенных 23.00. Однако сам шум никто не отменял. И вот вопрос, стоит ли согласовывать громкие мероприятия с жителями ближайших домов. С одной стороны, может быть и правильно, потому что все-таки шумно бывает. Но молодежи тоже нужно гулять. Поэтому двоякая ситуация такая. Делать это все нужно тоже гуманно. Потому что, конечно же, тем, кто живет здесь рядом, не позавидуешь. Чисто по-человечески. У всех есть дети. И маленькие в том числе. До 12-ти, до 23-х, по закону, до 23-х часов вполне себе можно все проводить. А дальше должна быть тишина. Кстати, некоторые жители жалуются, что здесь очень редко бывает патруль полицейский. Поэтому было бы неплохо, если бы он здесь появился. И были бы они здесь чаще. Местных жителей можно тоже понять, потому что очень много народу. Шумно. И вполне возможно, что кому-то мешает спать, отдыхать. Городские активисты не раз предлагали задействовать и остальные площадки в городе. Например, скверы и парки, которые могут стать отличным местом для разных торжеств и праздников. И жилых домов в них нет. Особенно часто активисты упоминают о Центральном парке культуры и отдыха, который находится в районе гор Рощи. Реконструкцию которого обещают провести не первый год.